На минувших выходных в России отметили День предпринимательства. В Славянском районе уже пятый год подряд в честь этого праздника на Театральной площади Славянска-на-Кубани проходит выставка-ярмарка. Помимо славянцев, в этом году свою продукцию было предложено продемонстрировать и гостям из соседних районов – Крымского, Красноармейского и Денского. Оценили подготовку и пообщались с бизнесменами. И мы. А вы знакомы с гончарами Славянска-на-Кубани? Скорее всего, нет. Они есть, работают, творят. Познакомиться с одним из них можно было на выставке-ярмарке предпринимателей, проводимой в рамках празднования Дня российского предпринимательства. Нас многие не знают, хотя мы находимся рядом. Я думаю, что надо чаще даже проводить такие выставки и участвовать в таких выставках. Когда-то давно гончарное дело было очень прибыльным бизнесом, но годы шли, и сегодня создание глиняной посуды, статуэток – это не больше, чем хобби. Причём очень затратное и малоприбыльное. Такую оценку своему предприятию даёт гончар Антон Курлянчиков. Гончарным искусством он занимается с самого детства, но пока выйти на большой рынок не получается. Может быть, это предпринимательство – это очень трудный момент. Почему? Потому что всё-таки очень много физического труда, всё делается вручную. То есть, скорее всего, это больше отнести к искусству, как народный мастер, потому что требует и больших вложений каких-то, и много физического труда, и много времени для изготовления одного кувшина или одной единицы какой-то продукции. Но он уверен, что подобные мероприятия положительно отразятся на развитии его увлечения. А вот семейный бизнес проката лимузинов, который принадлежит семье «Подрез», при том, что вырос из мечты, приносит прибыль своим владельцам. Тому подтверждение их стаж на рынке, который составляет 10 лет. Секрет своего успеха они видят не только во вовремя занятые ниши, но и в отличном коллективе водителей. Их пять машин разной вместимости очень востребованы не только в Славянске, но и в других районах края, утверждает Ольга «Подрез». Причём география с каждым годом растёт. Сейчас, конечно же, с открытием моста появились заказы и в Крыму. Поэтому мы очень рады этому событию, как и все наши соотечественники. Поэтому, да, география расширилась. Ежегодная выставка предпринимателей является для бизнесменов хорошей возможностью прорекламироваться и, конечно же, продать свой товар. А вот индивидуальный предприниматель Роман Свистунов сделал свою точку продажи мороженого абсолютно бесплатной для населения. Многие не могли поверить в такую щедрость. И, получив рожок, были искренне благодарны. Большое спасибо за такой сюрприз, за вкусное мороженое. Ярмарки – это одно из самых любимых мероприятий для людей. Но на прошедшие в минувшие выходные выставки основной акцент был направлен не на представленные товары, а на тех, кто создал этот бизнес. Ведь именно бизнесмены – крупные и небольшие – и есть залог экономической стабильности района. Потому их профессиональный праздник – повод для особого внимания. Каждый, кто принял участие в выставке, получил благодарственное письмо, подписанное главой Славянского района. И слова признательности за труд. Поздравил с праздником и отметил большой вклад бизнеса в процветание муниципалитета Роман Синеговский. Мне приятно, что Славянский район – город предприимчивый. Я хочу вам сказать за это спасибо, потому что вы в своё время взяли на себя ответственность, организовали предприятия, стали индивидуальными предпринимателями, создаёте рабочие места. И вот сегодня выставка, которую мы посмотрели, она показала, что вы не стоите на месте, что вы движетесь вперёд. Ни одного городского праздника, ни одной выставки не пропускает славянское винодельческое предприятие «Заославпром». Его руководитель Жанна Беловол уверена, что товар надо показывать лицом, делать его ближе к людям. Тогда и доверие к продукции будет, а как следствие будет расти и само предприятие. К тому же, в Славянском районе, уверена она, наложено хорошее взаимодействие между бизнесом и властью. Полное взаимодействие с муниципалитетом, конечно, даёт свои плоды. Они сегодня являются большими помощниками. 21 мая губернатор Краснодарского края нас принимал у себя. И трём предприятиям Славянского района, в том числе и Славпром, был вручён знак качества, то есть сделано купание. Я считаю, что если бы не было именно вот этого информационной поддержки, не было доброй воли со стороны муниципального образования, мы, наверное, так бы просто делали своё дело, и опять же, никто бы нас не узнал. А так мы сегодня первые края, Славянский район опять впереди планеты всей, и, конечно, нас это радует. К слову, Славпром по итогам прошедшей выставки был удостоен почётной грамоты, заняв первое место в номинации «Лучшее предприятие». Выставочный стенд Черноярковского рыбзавода признан первым в номинации «Лучший предприниматель». Золото выставки в номинации «Декоративно-прикладное искусство» отдано Гончару Антону Курлянчикову. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».